Повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи. Вы слышите? Не дьявол. Иногда мы не того гоним, братья мои и сестры. Если мы поймем источник, кто за этим стоит, мы поймем, что нужно на самом деле преобразить и что Бог от нас ожидает. Слушайте, повелел Господь большому киту поглотить Иону. И был Иона во чреве этого кита три дня и три ночи. Для кого-то три дня и три ночи хватает, чтобы изменить кардинально образ своей жизни. А для некоторых десятилетия проходят. И только на предсмертном одре они понимают, потому что еще Божья милость к ним простерта. Как однажды один человек, пастор, служитель, хороший брат. Это у нас в Чепетовском районе. И он должен идти к Богу, но не помирает. Не помирает. Уже в таком состоянии, уже еле лежит. И говорит, молятся за него. И говорит, что сосуд, бачу, его нива, она как щитка, ровная, колосся, плоды. Все прекрасно, но чего не отходить. И тут говорят, что братья, надо молиться. И опять молятся братья, служители. И Бог говорит, что сосуд, ека же певна обставина обо узел. И цей узел тесно сопряжен с его зятем. И нужно там поразвязывать дышу. Ну как, столько лет прошло. Зять уже 30 лет живет. Дочку взял. Уже все прекрасно. Внуки бегают. А что еще там может быть? Что еще там может быть? Братья мои, сестры, туда ничего нечистого, преданное, мерзостью не войдет. Мы не можем себя убеждать и ублажать. Ничего, как-то мы там пройдем. Нет. Туда ничего не проходит. Я иногда стою на колени и кричу, Иисус, помоги мне. Помоги мне зайти воротами. Открой мне свободный вход. Аллилуйя. Открой мне свободный вход. Я сам не могу, помоги мне. Я многого не вижу, не замечаю за собою. Но если я не замечаю, открой мне. Покажи мне. Где-то что-то я делаю не так. Говорю не так. Поступаю не так. Открой, покажи мне. Давид говорит, зри, не на опасном ли я пути. Может быть, что-то уже идет не так. Мы люди, и есть певная загроза и небезпека в тему. А таки Божий свет, таки Божий открытие дает нам объективную оценку нашего становища. Слава Иисусу Христу. Звонит зятью. А зять уже верующий. Приезжает. И говорит. Да, тесть. Я 20 лет живу с обидой на тебя. А он говорит. Сыну, почему? Что такое? Когда я был неверующий и взял твою дочку, ты сказал такие слова. С тебе ничего доброго не выйдет. С тебе ничего доброго не выйдет. И цей узел протягом 20 лет гложил душу. А Бог это видел. Братья и сестры. Спасение – это серьезная речь. Я говорю. Господи, скажи мне при жизни, с кем примириться? Скажи мне при жизни, у кого попросить прощения, кому помыть ноги? Сейчас, при жизни. Это еще милость Божья, что откровение просветило. И он имел внутреннюю боль, испытывал горечь по отношению к тестя. Время шло, обида нарастала. А все ходили на собрания и улыбались. Сидели за одним столом. Но Бог видел что-то глубже. Глубже, братья и сестры. Глубже. И он говорит. Простые милости. Простые. Прости меня. Мы, когда говорим, даже не замечаем, дуем и даже не думаем. Но так сталося, что они примирились, обняли друг друга, каялися, благословляли один одного. И через пару дней этот брат спокойно пришел к Иисусу. Слава нашему Богу. Цей брат спокойно пришел к Иисусу. Братья и сестры, нам есть над чем подумать. Есть над чем подумать. Загляньте в себя. Мы молимся про спасение Украины. Мы молимся про спасение людей. Я бы хотел, чтобы в святом Божьего Слово мы рассмотрели сегодня свое спасение. Где мы сегодня находимся. На каком этапе нашего спасения. Может, где мы уже сбочили, и никто чего не видит, и я сам чего не виду. Иисус, говори мне. Иисус, понимай меня. Иисус, открывай меня моё остановище. Потому что для первых действий моего спасения для меня должна быть важна моя душа. И спасение моей души. Аллилуйя. Аллилуйя.